Чем больше у меня отнимают в виде налогов, тем больше у меня стимулов все-таки больше отдыхать, меньше работать. Государство никогда не раздает деньги. Оно берет деньги у одних людей и отдает другим людям. Потому что, вообще-то, искушение очень большое. У нас, например, текстом заявлено, у нас новая элита в российской экономике. Я не очень боюсь за наших олигархов, у них там все нормально. Вы вложили через биржу, у вас отнимают ваши активы. Вовлеченность государства в микроменеджмент экономики, оно растет. Большие экономические перестройки очень часто были связаны с большими военными конфликтами. Отставать, 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 отставать. Будет вот такой тяжелый бархатный занавес, под которым можно пролезть. В сравнении с Советским Союзом они больше запутывают нас, чем помогают понять, что происходит. Если вот возьмем сейчас, произойдет землетрясение. Там разрушится куча домов, и все бросятся их восстанавливать. С точки зрения ОВП это будет очень хорошо. Брать деньги в долг стало очень дорого в России. Есть какая-то причина, почему ресурсы в норме не используются так интенсивно. Люди устают. Сейчас все хорошо. Вот если посмотреть, так все замечательно. Редактор субтитров А.Семкин Привет, это Форбсток. Я Антон Жилнов. Рад приветствовать вас, наших зрителей. Мы в Москве. Наш сегодняшний герой в Барселоне. Это экономист Рубен Яникалопов и профессор университета Пампео Фабро. Добрый день, Рубен. Видно и слышно ли нас? Добрый день, да. Видно и слышно хорошо. Вот с последних новостей, связанных с экономикой в России, это прогрессивное налогообложение, повышение НДФЛ для людей с определенным доходом, там от миллиона рублей в год. Государство трактует эту меру, этот налог, как движение к справедливости. Это соответствует этому определению, как вы считаете? О какой справедливости тут идет речь? Ну, речь идет, видимо, о том, что все-таки вводится прогрессивная шкала налогообложения, поэтому более богатые должны платить больше. И это, на самом деле, если посмотреть по миру, то это гораздо более стандартная, конечно же, схема прогрессивного налогообложения. И поэтому на это можно смотреть с двух сторон. С одной стороны, мы действительно, есть некий рост в России, возможности по сбору налогов, и почему вводилась плоская шкала налогообложения уже больше 20 лет назад. Это, прежде всего, проблема с собираемостью налогов и администрированием. Поэтому эта проблема более-менее решена, поэтому можно себе позволить вводить прогрессивную шкалу налогообложения. С другой стороны, если мы подумаем, почему она происходит именно сейчас, изменение налогообложения, то, конечно, понятное дело, что это связано, прежде всего, не с вопросами справедливости, а с вопросами наполняемости бюджета, а именно тем, что раскрылся бюджетный дефицит, и его надо увеличивать налоговый сбор, и поэтому это хорошая упаковка для того, чтобы продать такое изменение налогообложения. Но фундаментальная причина, конечно же, совершенно другая. И фундаментальная причина связана с военными действиями, очевидно, да? Да, да. В конечном итоге, конечно же, из-за этого вырос бюджет, расходы, сократились доходы, вырос бюджетный дефицит. Надо его наполнять. Ну, увеличение налогового бремени на все, на российскую экономику, это, конечно же, один из способов решить эту проблему. Насколько это болезненно для россиян, введение этого налога, повышение там с 13 до 15 процентов? Ну, на самом деле, ну, век с 13 до 15, по-моему, у нас уже было, сейчас уже все-таки другие цифры обсуждают, еще более заметные. С 13 до 15, вообще, надо честно сказать, было практически незаметно. Это было символическое, и, скорее всего, было сделано именно как бы, чтобы сломать лед, чтобы все, мы уже ввели прогрессивную. Она как бы такая маленькая, чтобы никто не заметил, а потом вот легко сделать то же самое, что происходит сейчас, а именно сильно увеличить уже, гораздо сильнее. Другой вопрос, что все равно пока что обсуждаемые ставки налогообложения, даже до 25 процентов. Ну, по мировым меркам это достаточно маленькое налогообложение, но все-таки рост на 10 процентов заметный. Поэтому какого-то эффекта на уже, на то, что люди будут по-другому себя ввести, и будет какое-то сокращение, например, там, активности людей, что они, как бы, ну, зачем сильно напрягаться и больше зарабатывать, все равно потом уйдут налоги. То уже можно ожидать. От 13 до 15, я бы не ожидал вообще никакой такой поведенческой реакции. Уже рост до 25 процентов, скорее всего, мы увидим какую-то реакцию. Это стандартное эмпирическое наблюдение, которое можно проверить по всем странам мира. Чем больше вы увеличиваете налогообложение, тем меньше люди, которые уже много зарабатывают, они начинают просто меньше работать. Ну, потому что зачем? Я могу отдохнуть или заработать чуть побольше. Чем больше у меня отнимают в виде налогов, тем больше у меня стимулов все-таки больше отдыхать, меньше работать. И это как бы, это звучит смешно, когда там 10 процентов подумаешь, 15, 25. Но на самом деле, в среднем, в итоге, по экономике это работает, и это такой один из железных законов во всех странах, что, конечно же, увеличение налогообложения, оно, да, все-таки приводит к снижению предложения на рынке труда. Который и так снижен в России, но мы об этом поговорим отдельно, да. Рубен, хочу спросить еще про риторику Центробанка. Ждали понижения ставки ключевой, но в результате ЦБ сейчас рассматривает, наоборот, увеличение ставки до 17 процентов. Вроде немного на один, но тем не менее. С чем это связано? Не удается снизить инфляцию? Ну, прежде всего, да. Конечно же, у Центрального банка, по сути, заявлена одна цель. Удержание инфляции под контролем. Инфляция снижается, но снижается медленнее, чем ожидалось. И более того, по сути, Центральный банк сейчас компенсирует бюджетную политику. Поскольку через государственный бюджет вливаются очень большие деньги в перегретую экономику, где не хватает рабочих рук. Это приводит к росту заработных плат. Рост заработных плат приводит к увеличению спроса. Это подталкивает цену вверх. То есть, на самом деле, вот это закачивание денег, если так совсем грубо говорить, закачивание больших денег через государственный бюджет, это оказывает очень сильное давление на инфляцию. И поскольку все, что мы видим, как бы и политика бюджетная, она не меняется и продолжается все больше и больше, в больших объемах, во всяком случае, закачка в экономику, которая действительно уже работает на пределе своих возможностей. Это прежде всего уходит в инфляцию, и надо это компенсировать, и Центральный банк вынужден это делать, повышая процентную ставку. Перегрев есть, да, в экономике? Ну, да, да, знаете, такой термин, он настолько плохо определен, что любой, как бы, если кто-то не согласен, может переопределить, что мы называем термином перегрета экономика. Но, по сути, да, то есть, если посмотреть, ну, как бы, так интуитивно, в чем эта концепция, что у вас экономический рост, он может быть происходить за счет того, что у вас, ну, как бы, расширяются факторы производства, там, как бы, больше предложений на рынке труда, большие инвестиции, больше физического капитала, либо у вас растет производительность труда, как бы, то есть, вы, как бы, расширяете то, что производственные мощности, действительно. И этот, ну, скажем так, здоровый экономический рост, потому что вы их расширили, так они будут работать. Другая возможность, это вы увеличиваете интенсивность использования уже имеющихся мощностей, там, трудовых ресурсов и так далее. И вот вторая, это время, как временно это нормально, это вообще замечательно в рецессии, потому что в рецессии мы недоиспользуем обычно имеющиеся ресурсы. Ну, вот, когда видно, что эксплуатации так используются на полную, и их еще начинают более интенсивно использовать, вот это и есть то, что, ну, как бы, ну, в моем пределении и в пределении большинства экономистов называется переговором экономики. И мы, видимо, наблюдаем именно это, потому что, ну, на рынке труда это наиболее заметно. Там, конечно же, никакой рецессии нет, высокая инфляция, безработица, там ненормально низкая безработица. То есть, понимаешь, мы все боремся с безработицей, безработица это плохо. На самом деле, какой-то уровень безработицы это нормально, когда люди, потому что часть людей должна менять работу, переходить со мной на другую, это и проходит через безработицу. Есть какой-то такой здоровый уровень безработицы, и в России он уже ниже этого. То есть, действительно, как бы, рук, на самом деле, не хватает рабочих. И физически, как бы, инвестиции тоже, они были, был такой рост, да, в конце 22-го года, начало 23-го, связанный во многом с импортозамещением. Сейчас он тоже, по всей видимости, вышел на плато, как бы, инвестиции не растут. А производительность тоже, у нас нет никаких данных о том, что у нас резко растет производительность. А в ВВП растет. То есть, означает, что более интенсивно используются уже имеющиеся ресурсы. Но это может продолжаться, но недолго, потому что есть какая-то причина, почему ресурсы в норме не используются так интенсивно. Люди устают так много работать, а физически там станки, там машины тогда изнашиваются. Их надо просто поддерживать в рабочем состоянии. Именно поэтому вот такой вот перегрев экономики, более интенсивно используют ресурсы, оно к нему все очень с опаской. То есть, не только потому, что это инфляционное давление, а потому что, на самом деле, это временное, временное, такой допинг для экономики, за который потом приходится платить. Когда человек перерабатывает, потом у него там, ну, как бы, совсем выгорание и так далее, потом надо отдыхать. Через какое-то время интенсивность падает даже ниже среднего. Там, опять же, станки изнашиваются, начинают ломаться. Поэтому вот сейчас все хорошо. Вот если посмотреть, так все замечательно. Но проекция на будущее, она такая вызывает опасения. Как остановить этот перегрев? И не через пять лет, когда уже бахнет? Ну, основной метод это именно то, что делает Центральный банк. Поднимает процентные ставки, потому что это слегка сбивает пыл. Температуру. Температуру, да. Ну, это обезболивающее, на самом деле. Это не лечит болезнь, но это снимает некие симптомы. Потому что, ну, опять же, как бы, в российской, как бы, надо посмотреть, откуда вообще возникает перегрев. Обычно это означает, что откуда-то идет, ну, как бы, слишком много денег. Ненормально. Это либо бывает в норме, это бывают какие-то вопросы с перетоком, например, финансовых ресурсов, что там какой-то большой приток капитала в какую-то страну, потому что, не знаю, модное стало. Это приводит, например, к перегреву. Но частично в других странах это бывает слишком мягкая монетарная политика. И тогда, ну, сам, тогда как раз поднятие процентных ставок, она одновременные симптомы и истинные причины болезни снимает. В России другое. В России, конечно, видно, что истинной причиной является огромное бюджетное вливание в экономику. И тут мы, ну, причина этого, скорее всего, не будет устранена в ближайшем обозримом будущем, потому что, конечно же, это все двигается прежде всего оборонным, военным оборонным бюджетом и существенным ростом расходов по этим статьям. Там, можно поговорить, там был какой-то эффект еще импортозамещения, но он, скорее всего, уже прошел, на самом деле. Импортозамещение практически закончилось. Поэтому сейчас все двигается именно оборонными расходами. И по всему, что мы видим по заявлениям президента и так далее, ну, их не собираются уменьшать. Это вообще, на самом деле, это отдельная история. Насколько это вообще, насколько болезненным будет снижение военных расходов, это еще одна тема того, почему, ну, как мы смотрим уже на среднесрочную, там, долгосрочную перспективу. Что называется демобилизацией, да? Да, да, да. Вот как она будет происходить, хорошая новость, что, вроде как, по заявлениям президента правительства и так далее, уже сейчас они тоже об этом думают. И если мы посмотрим, как мотивировалось назначение Белоусова на должность министра обороны, это было во многом то, что связано, что как бы сделать уже, там были намеки на то, а как же сделать так, чтобы демобилизация была не такой болезнью. Вопрос, насколько это вообще возможно, это отдельный. Но хотя бы об этом думают. То есть назначение Белоусова, с вашей точки зрения, это не попытка, наоборот, усилить военную составляющую в бюджете? Во-первых, значит, увеличение военного бюджета вообще никак не связано с Белоусовым интервелем. Это понимается гораздо выше. Поэтому то, насколько выросла роль военной составляющей российской экономики, это некая данность, которая задается просто общим политическим курсом. Но вот то, как сделать, чтобы, во-первых, чтобы не было пробуксовки, чтобы вообще эта машина работала, одно дело, знаете, вливать деньги, а другое дело, чтобы из этого еще что-то получалось. И эффективность, одно дело, действительно, просто эффективность интервелем расходов. У Белоусов известен, на самом деле, тем, что, ну, во-первых, как минимум, потому что он честный человек. То есть вот в коррупции он никогда не был замешан. Там эффективность его на посту в Министерство обороны мы увидим, но как минимум никто не ожидает, что там будут те скандалы, которые сейчас пошли там волной в Министерство обороны. И это первое. Как имеющиеся эти деньги максимально эффективно переварить. Но я думаю, что тоже важную роль играет то, что понятно, что уже этот военно-промышленный комплекс начинает играть такую важную роль в российской экономике, что надо сразу уже, их нельзя уже рассматривать по отдельности. Военный комплекс становится такой интегрально важнейшим частью российской экономики и, на данный момент, просто драйвером экономического роста. И поэтому, конечно, на эту проблему надо смотреть с двух сторон. Что для Министерства обороны и для военных действий очень важно, чтобы эти средства расходов все эффективны, на самом деле, производились все те боеприпасы и так далее, и так далее, для которых выделяются деньги. Это очень важно с военной точки зрения. А с точки зрения уже экономики и относительно мирной части граждан России важно, чтобы все эти расходы на военный блок, они каким-то образом максимально, во-первых, на данный момент, с минимальными издержками для искажения экономики происходили, гражданской экономики. И уже как-то, может быть, может быть, ну, во всяком случае, на словах продумалось, а что будет, когда будет демобилизация. Наконец-то тепло. Погода так и манит отправиться в летнее путешествие. В Европу, например. Сегодня, правда, эта задача не из простых. И пока герой нашего выпуска транслирует нам безоблачный горизонт через Zoom, у вас тоже есть возможность спрятаться от геополитических штормов, ограничений, сложностей с путешествиями, визами, счетами в Европе, на помощь приходит визовый зонтик, а именно программа «Золотой визы Греции». Одна из наиболее успешных и доступных программ для получения вида на жительство в Европе. Новый статус открывает такие возможности, как безвизовый доступ в шенген, открытие и разблокировка счетов в Европе и ведение бизнеса на международном рынке. При этом переезжать в Грецию не обязательно. Вы можете жить где угодно и пользоваться всеми преимуществами. Сейчас, чтобы стать обладателем «золотой визы», то есть ВНЖ, надо купить недвижимость на сумму от 250 тысяч евро. Вы можете жить в ваших апартаментах или доме, приезжать на время отпуска с семьей или сдавать в аренду и иметь пассивный доход в евро. Однако с 1 сентября порог инвестиций для получения ВНЖ станет в большинстве инфраструктурно развитых регионов аж 800 тысяч евро. Но до вступления изменений в силу и в рамках переходного периода инвесторы смогут принять участие на текущих и куда более лояльных условиях. Надо всего лишь выбрать и внести предоплату в 10% до 31 августа этого года. Важный момент. У одного из членов семьи, например, главного инвестора, должно быть второе гражданство помимо российского или белорусского. Например, Турции, Вануату, Армении, Израиля, любой другой страны мира. Правда, если вы только планируете получать второй паспорт или, например, ждете его, вы все равно можете успеть. Для подачи первичной заявки второе гражданство не нужно. Можно подать на основании российского паспорта и спокойно заниматься оформлением второго гражданства. Но как выбрать подходящую недвижимость, правильно подать заявку, собрать документы и учесть все юридические аспекты? Чтобы не тратить драгоценное время на ошибки в документах, лучше довериться профессионалам из Астанс. Они помогут не только СВНЖ Греции, но и гражданствам другой страны, если это потребуется. Компания специализируется на программах ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать все детали и получить бесплатную консультацию. В военно-промышленном комплексе, военные, те, кто обеспечивают оборонный заказ, работают в оборонном заказе, там действительно люди говорят о росте зарплат, не только среди военных, а и среди тех, кто это обслуживает на предприятиях. Но многие этого роста не видят, занятые люди в других сферах. Насколько вот здесь есть перекос, что действительно есть инфляция очевидная, высокая, но при этом зарплаты растут неравномерно? Ну, какие-то перераспределения ресурсов из одних секторов экономики в другой, безусловно, происходят. Безусловно, в непосредственном военно-промышленном комплексе. И, как бы, понятное дело, что это расходится такими кругами по воде. Кто-то ближе к этому, кто-то в самом эпицентре. Чем ближе вы к эпицентру, тем лучше. Это выражается и в зарплатах, и, на самом деле, конечно, сейчас, особенно с ставками Центрального банка, начинается вопрос о прибыльности и стоимости денег, как бы, если вы хотите инвестировать. Потому что, по сути, сейчас, если посмотреть на реальную процентную ставку, она одна из самых высоких в мире, если не самая высокая в мире. То есть, брать деньги в долг стало очень дорого в России. И для нормальных предприятий, которые не связаны с... Работают в гражданской экономике, никак не связаны. Это уже потихоньку становится запретительным. Просто ретабельность большинства производств, по последним отчетам, ретабельность в очень многих секторах, она уже просто ниже. Вам просто не... Экономически бессмысленно вкладывать в развитие производства. И услуг, и так далее. В всем, что связано с военным комплексом, конечно же, это не проблема, потому что там субсидируемые кредиты, и так далее, и так далее. Доступ к деньгам для инвестиций тоже не является проблемой. И на ставку Центрального банка они смотрят гораздо меньше. Поэтому, конечно, все эти сектора находятся в каком-то привилегированном положении, и перераспределение есть. И поэтому как бы некое напряжение, связанное с тем, что кто-то много выигрывает, у кого-то зарплаты растут на глазах, а кто-то ничего от этого не получает, кроме инфляции, оно, конечно, есть. Перераспределение... На самом деле, оно, конечно, всегда бывает. У нас не бывает, чтобы мы равномерно росли в любом экономическом росте. Есть какие-то драйверы роста, есть отстающие. То есть, это нормально в целом? Это нормально, когда, например, все растут, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Это ненормально, когда кто-то растет, а кто-то падает. На данный момент, на самом деле, мы видим все-таки особенность того, что происходит сейчас, за последние полтора в России. Она заключается в том, что растут те сектора, и те регионы, и те группы населения выигрывают, которые раньше, на самом деле, были в непривилегированном положении. То есть, на самом деле, более бедные регионы, настолько сильно развитые, они непропорционально много выигрывают. Потому что они больше связаны с ВПК, и оттуда больше людей уходят по контрактам и так далее. И поэтому неравенство в России, оно по всем объективным данным, видимо, падает. Таким образом. Потому что от тех, кто был наоборот, кто до начала военных действий в самых продвинутых секторах, которые, на самом деле, были самые интегрированные в международную экономическую систему, они пострадали больше всех. И поэтому, условно говоря, богатые пострадали. Я не говорю самых богатых про людей, которые владеют там проходами и так далее. Они, наоборот, выигрыши. Но вот если мы берем людей, которые не владеют чем-то, а своим небольшим средним бизнесом на зарплате и так далее, то как раз те, кто были более выигрышной позиции, проигрывают. Те, кто были наименее выигрышной позиции, они, скорее, непропорционально выиграют. Поэтому неравенство, оно падает. Ну, то есть, для определенной части населения это хорошо? Да. И для более бедной части населения. Ну, как бы, может, не самые, самые бедные выигрывают прежде всего из-за того, что многие уходят служить по контракту, выплаты семьям и так далее. И более печальные выплаты семьям. Они вот от этого выигрывают. От, собственно говоря, мобилизации в человеческом плане и контрактной службы. А люди, которые в рабочих специальностях и в тех регионах, которые связаны с ВПК, а это были не самые, это такие средние регионы, скажем так, были. Они выиграют именно уже от военно-промышленного комплекса, от той части экономики, которая стала расти непропорционально. Поэтому именно эти вот, как бы, более бедный слой населения, он действительно выигрывает, относительно он точно выигрывает больше, чем более богатый. И это вы связываете с оправданием военных действий, да? Ну, мы не будем сейчас углубляться в статистику, сколько одобряет человек там. Большинство, не большинство, но, очевидно, какая-то значительная часть общества одобряет. И вы связываете это с экономическим ростом этой части общества. Правильно ли я понимаю? Ну, там много разных причин, как бы, это ближе к социологам. Один из механизмов, это через экономическую составляющую. И да, очевидно, что вот именно экономическую составляющую люди в последнее время воспринимают положительно. Что, ну, в целом ситуация исправляется. На цифры ВВП, когда мы говорим о восприятии людей, на цифры ВВП не надо смотреть. Потому что цифры ВВП, в общем, они, ну, они, конечно, связаны с тем, как живут нормальные люди. Но они больше для отчетности, для статистиков, для экономистов. Для людей более важны, конечно, располагаемые доходы, которые у них есть. Потому что, если у вас растет ВВП, но это все уходит в производство снарядов, которые потом взрываются и пропадают, от этого больше масла не становится. Чем больше пушек, тем меньше масла. Вот, вопрос про масло идёт. И вот, если мы посмотрим, то, конечно, за последние, ну, последние два года, там динамика сильно менялась. Вначале было очень сильное опасение из-за масла. Потому что действительно были очень серьёзные экономические проблемы. Вот сейчас, благодаря, прежде всего, этим бюджетным вливаниям, ситуация в ВВП даже растёт. И мы видим, что располагаемые доходы росли. Они, опять же, они по всем меркам ниже, чем были, там, больше 10 лет назад, до начала всего, там, в 2013 году. У нас, как обычно, 13-й год любого века, как такая точка отсчёта, используется. Но динамика, вот, в последнее время положительная. Люди, на самом деле, существа очень адаптивные. Поэтому они больше, кажется, смотрят не на уровень того, как они живут, а то, какая динамика, лучше или хуже. Вот в последнее время, если смотреть на социологический опрос, именно экономический. Правда, вот, поддержка военных действий, это, там, более сложные механизмы. Ну, если конкретно на этот механизм, как бы, восприятие экономической ситуации, то, да, всё нормально. Всё им продуместили, зарплаты растут, всё начнет. Вот про всё нормально, да, ЦБ тоже признаёт, вот, то, что не хватает рук рабочих, да, и большой дефицит рабочей силы сейчас в России. И многие владельцы бизнеса в компании уже даже приглашают пенсионеров, повышают зарплаты, увеличивают количество смен. Насколько это, вот эти меры помогут снизить сейчас напряжённость, и как вообще можно, ну, дефицит рабочей силы преодолеть, вот, в нынешних обстоятельствах, когда ещё и многие мигранты стали уезжать, да, после теракта в Крокусе, тоже видно, какой был отток тех же граждан Таджикистана из России. Ну, вот, если мы посмотрим, действительно, как бы, не хватает рабочих рук. Как это можно решить? Надо где-то искать рабочие руки. Но если я просто повышу зарплату человеку, который работает, это же не решит проблемы. Да, именно, это уже конкуренция, что у вас есть вот два открытые, две открытые вакансии, один человек, начинается конкуренция между компаниями, повышается зарплата. Но человек от этого больше работать не начинает. Поэтому вопрос, действительно, откуда взять дополнительные ресурсы. То есть, на самом деле, как бы, есть два варианта решения. Одно, замещать человека, там, роботами, машинами и так далее. Но это длинно, это связано с инвестициями. И это мы видим, что сейчас этот механизм начинает как-нибудь пробуксовывать. Но, в принципе, это нормально. И, опять же, это во всех странах. Чем выше начинают быть зарплаты, тем больше вкладывается в физический капитал, который замещает этих людей. Надо увеличивать производительность этих людей, раз уж мы им столько платим. Это один метод, но он долгий. И он сейчас, скорее всего, не работает. Надо увеличивать рабочую силу. Откуда ее можно? Либо из-за рубежа, но там, действительно, сейчас, скорее, обратная ситуация с миграцией. Либо увеличивать интенсивность использования уже, действительно, трудовых ресурсов внутри страны. Это, прежде всего, люди, которые переставали работать. И, скорее всего, действительно, то, что вы назвали категорию групп, которая, наверное, самая такая перспективная, это были пожилые люди в районе пенсионного возраста. Потому что, на самом деле, в России, если по сравнению с другими странами, вообще странами, то, что называется красивым русским словом, мейджизм, такая дискриминация людей, которые, на самом деле, не особо пожилого возраста, даже среднего, начиная с 50 лет и так далее, она была очень заметна. Этим людям было всегда трудно найти работу. Частично это связано было, на самом деле, с проблемой со здоровьем, здравоохранением. Это отдельная большая тема. Но, действительно, если просто мы по цифрам смотрим людей, которые, вот есть люди такого возраста, сколько из них на самом деле участвуют в рабочей силе, работают, то падение начиналось еще до пенсионного возраста и так далее. То есть, вот эти люди... Их можно как-то вынимать. Вот с зарплатами их можно пытаться вынуть. Другое просто, понимаете, если они выходили, а они переставали быть участниками рынка труда, потому что у них проблемы со здоровьем, или потому что их навыки не соответствовали требованиям, производительности тех людей будут вызывать вопросы. Даже писали в вакансиях до 55 лет. Да. До 50 лет. Да. И вот это, если это проповет, слава богу, любая дискриминация, на самом деле, она неэффективна. Поэтому это как раз хорошо с точки зрения экономики, если эти люди вернутся на рынок труда. Вы сказали вот про это неравенство, которое, ну, снижается из-за того, что те, кто был беден, города бедные стали подниматься. Понятно, каким образом стали подниматься и за счет чего. Но, как вы считаете, приведет ли это к появлению нового среднего класса? Тех самых новых людей, у которых вот выросли доходы, которые стали жить на определенно другом качественном уровне. Может ли это сформировать какой-то новый средний класс? Ну, давайте разделим. Вот из тех, кто выиграл от военных действий. Значит, совсем бедные слои населения, которые за счет службы по контрактам, выплатам и так далее. Они до среднего класса, скорее всего, не дотянутся. Это для них единоразовые вещи. Они как бы, ну, как не приводят к увеличению человеческого капитала, там, скажем так, скорее наоборот. Это такое временные деньги? Да, это временные деньги. Есть такие вещи, как ловушка бедности. Поэтому, если некоторым позволят вырваться и там не вынимать детей из школы, там, у них тетев раньше времени и так далее. Это может иметь достаточно положительный эффект для части населения. Но в целом, скорее всего, эти люди... Ну, да, если вы задали вопрос про средний класс, до среднего класса не дотянутся. Может быть, хотя бы вырваться из бедности. Другой вопрос, вот, про людей, которые непосредственно связаны именно с производством на ВПК, рабочим и так далее. И это действительно, это люди, которые, ну, как мы определяем средний класс, но это люди, которые, конечно же, их благосостояние сильно выросло. И они становятся очень важными, интересантами такой модели экономики. Именно поэтому, на самом деле, вот, когда мы будем, когда в какой-то момент, понятное дело, что в какой-то момент нам придется говорить о вопросе демобилизации экономики. Именно, а не людей. И, на самом деле, конечно, это будет проблемой, потому что эти люди привыкли к определенному уровню жизни. И любое изменение потоков денег в эти сектора, они привыкли к тому, что они либо должны переключиться на другие секторы экономики, но эти секторы, альтернативные секторы экономики потихоньку загибаются сейчас. Потому что очень дорогая рабочая сила, очень дорогие кредиты, поэтому, на самом деле, конечно же, все остальные секторы экономики, они скукоживаются. Надо будет либо переквалифицироваться, либо принять существенное снижение своих, качества жизни своей. И это будет большая политическая проблема. То есть, это, надо понимать, что пропецент демобилизации экономики, это большой экономический вопрос, как перенаправить этот ресурс. Но это большая политическая проблема, потому что будет очень большая часть людей, которые выигрывают от текущей экономической модели, и будут всеми руками, ногами против того, чтобы происходили какие-то изменения. А есть ли у экономистов какие-то планы по выходу из состояния, когда общество мобилизовано, экономика мобилизована во многом? Есть ли вот этот выход? На самом деле, хороших... Нет, конечно, есть опыт. А каких странах? Это опыт, к сожалению, настолько большого... Мы дошли до такого уровня мобилизации, что релевантными становятся истории типа Второй мировой войны. Что такое сейчас Россия? Это очень крупная страна с большой экономикой, ведущая немаленькую. Не где-то там, как Америка в Афганистане, с точки зрения Америки, это маленькая война была. А ведущая очень масштабная на истощение. Сейчас вот тип войны поменялся. Это действительно на истощение, которое требует ресурсов и так далее. Вот такого типа войн на самом деле в последнее время, если вы посмотрите, практически не было. И поэтому, если мы какие-то откуда-то должны быть уроки, приходится идти дальше. Вторая мировая просто... Это все так нервно реагируют, потому что это действительно очень страшная война. Как бы уйдет в девятнадцатый век. Там, в принципе, это было нормой. Там воевали постоянно. И там действительно надо уходить в экономическую историю. Насколько она релевантна? И дальше начинается. Во-первых, там таких случаев не так много. Поэтому это не то, как привыкли работать экономисты. Давайте статистику посмотрим, как разные страны и так далее. Нет, это уже такая точечная вещь. А во-вторых, конечно, сильно дальше в Первую-Вторую войну не уйдешь. Потому что, на самом деле, конечно, технологии настолько изменились. И все обустройство экономики. Поэтому, что было в девятнадцатом веке, когда там 80-90% людей было в сельскохозяйстве. Вы берете крестьян в армию, возвращаете обратно. Но это сейчас не очень полезное знание. А вот как перестраивать обратно экономики после крупных событий? На самом деле, опять же, если мы начнем смотреть, на кого смотреть? На Европу. На Европу после Второй мировой войны очень сложно смотреть. Потому что все-таки эта ситуация не в России. Там было физически уничтожено такое количество домов, производства и так далее. Что там просто был процесс восстановления из руин. Это очень релевантный опыт для Украины, но не для России. В России, слава богу, пока такого не происходит. Поэтому России, скорее, надо смотреть на опыт Соединенных Штатов Америки. Очень большая мобилизация. Война велась не на их территории. Ну, как уберем Гавайи, и тогда не на их территории. Поэтому физического уничтожения заводов, домов и так далее на территории страны не было. Но людские потери были достаточно большие. Мобилизация была очень большая экономики. Поэтому, если на кого-то смотреть, то на Америку. На Америку времен Второй мировой. На самом деле, тогда, если интерпретировать это событие... Вообще-то, если мы посмотрим, то демобилизация там тоже была некая... Она была серьезная, но тоже была ограничена тем, что вообще началась холодная война. И ресурсы были перенаправлены в другие места. И можно находить связь между вот этим проблемами демобилизации и то, что Америка начинала влезать в такие конфликты где-то там в Корее, в Вьетнаме и так далее. Потому что у нас есть военно-промышленный комплекс, который хочет кушать. И он настаивает на то, чтобы где-то его применяли. И это тоже... Я к тому, что историю Америки... Я бы не стал так однозначно назвать устрою успеха. Надеюсь, что военные не услышат сейчас вас и не возьмут это за совет. Вот тип нынешней экономики в научных терминах. Как его можно назвать, определить? Есть термин военное кинсианство. Это сильное государствование экономики с военной составляющей. Вот у нас это военное кинсианство или какой-то другой термин? Или, может, не нужно определять? Да, вот знаете, я бы, честно сказать, не стал определять, потому что мы вообще мало чего выясняем. От такого определения, как бы, нас мало чего мочат. Военное кинсианство, понимаете, как бы там изначального термина ближе к тому, когда у вас рецессия, надо начать войну, чтобы выйти из рецессии. Ну, не тот случай. Там, в случае военных действий из перегретой экономики, ну, это не совсем то, что обычно имеется в виду пуск нынешней. Опять же, каждый человек может сам определять свое понимание кинсианства, но вряд ли мы именно это имеем в виду. Поэтому, ну, действительно, надо просто понимать, что это экономика, который играет, ну, ведущий на данный момент роль, именно военно-промышленный комплекс, но в целом, на самом деле, государственный расход. Действительно, государственный бюджетный стимул становится основным драйвером экономики. Плюс была специфическая вещь, связанная с импортозавещением, которая, опять же, не вписывается в то, что мы говорим, почему мне не хочется предпринять какие-то военные кинсианства. Вот в импортозавещение вообще никак в военные кинсианства не вписывается. Это другая история. Просто было две параллельные истории. Что надо было заместить уходящие иностранные компании. Опять же, надо к этому аккуратно относиться. Потому что, там, с точки зрения ВВП, там, мобилизации и так далее, замечательно. И применение денег, которые наши богатые сограждане должны были вернуть из-за рубежа и куда-то применить. Это хорошо с точки зрения цифр ВВП. Но, понимаете, ВВП очень странная такая штука. Если вот возьмем сейчас, произойдет землетрясение. Там разрушится куча домов. И все бросятся их восстанавливать. С точки зрения ВВП это будет очень хорошо. Потому что уничтожение того, что было вообще как ВВП, на самом деле не учитывается. А то, насколько мы бросили ресурсов на восстановление уничтожено, оно учитывается. Поэтому, если у нас была хорошая работающая зарубежная компания, она перестала работать, и мы бездавили все усилия, чтобы восполнить эту лакуну, то ВВП растет. А стало ли от этого лучше, ну, не контролирует вопрос. Поэтому так вот надо аккуратность к цифрам относиться. Ну, и как бы, если мы просто, например, секторальная активность, экономическую тренажность, вот импортозамещение было тоже важной историей. Не один военный промышленный комплекс двигал рост ВВП. Другое просто, ну, как бы импортозамещение, как бы вот, это обе вещи, как бы, ну, ограниченного воздействия. То есть, ВВП, может, неограниченного, если вы так и будете тратить, такие гигантские деньги, вопрос, сколько это можно себе позволить. А импортозамещение все-таки временная вещь, вот переходная. Когда возникла лакуна, и я надо было ее заполнить. Это действительно очевидно, в конце 22-го, там, 23-м году, это тоже играло роль. Но это, видимо, сходит на нет, судя по данным, что инвестиционная активность падает. Ну, как бы все, вроде как, что могли, импортозаместили. Если говорить про вот план, который появился недавно, гигантский план развития страны, стратегия до 30-го года. Вот были майские указы, мы их помним, да, которые многие не исполнялись. Все это, ну, лично мне напоминает такой опыт советских пятилеток. Ну, как бы это в том же направлении, разумеется, как бы не доходит до таких же экстремальных значений, потому что, конечно же, вовлеченность государства в планирование в микроменеджмент экономики, оно растет на глазах. Это отражает, как бы, ну, и с точки зрения экономического руководства нашей страны, это, видимо, как бы и хорошо. Вообще-то, некоторые из них, правда, эти некоторые теперь стали возглавлять Министерство обороны. С другой стороны, даже вот люди в руководстве, которые такие взгляды исповедуют, я не слышал, что хотя бы один из них говорит, что на самом деле все-таки вот основой не должна быть рыночной экономикой. То есть, да, государство вмешивается в рыночную экономику, в отличие от Советского Союза. Это принципиальная разница. Все-таки, кого бы они там не послушали, от Белоусова, Мишусиной, там, я уж не говорил про Набиулина и так далее, никто не ставит под вопрос, что фундаментальные механизмы должны быть рыночными. И они меняться не будут, судя по всему. И они, как бы, да, никаких свидетельств того, что они будут меняться, нет. Есть вопросы про преиспределение собственности, решательства и так далее. Но это другие вопросы. Фундаментальный, как, допустим, вы преиспредели собственность, но как потом эти заводы работают, как мы реализуем продукцию, это плановую экономику не собирается возвращать. Вот для Господи. И поэтому, на самом деле, я думаю, что во время многие разговоры, о глядящем коллапсе российской экономики и так далее, они строятся на параллеле с Советским Союзом, но там фундаментальная проблема, коллапс, была именно то, что это была плановая экономика, которая была очень хрупкая и разрушилась, как каждый член домик в какой-то момент. Этого сейчас не происходит. Рынчиня экономика гораздо более адаптивна к шокам и так далее. И поэтому, на самом деле, российская экономика, это одна из причин, почему российская экономика отрегирует гораздо лучше, чем ожидали многие. А как, простите, что я цепляюсь к ярлыкам, как вот эта гибридность экономистами формулируется? То есть, с одной стороны, мы рыночная экономика, но, с другой стороны, госучастие в ней, вливание в нее колоссальное. И это не только связано с военными действиями. Госкапитализм начинался не в 22-м году, а гораздо раньше, в общем. Он связан с правлением Путина так или иначе. Ну, по крайней мере, со вторым сроком, уж точно после Ходорковского. Вот как бы вы эту модель... Может быть, не описали, а привели пример другой страны, где есть похожая модель. На самом деле, это любая страна. Практически. Просто разного... Вот, если мы посмотрим на долю, важность вмешательства правительства в работу экономики, она разная. Один экстремальный случай, мы можем посмотреть, это Китай. Сейчас. Потому что это уже давно не плановая экономика. Прежде всего, рыночная экономика. Но с гигантским участием государства гораздо больше, чем в России. В разных секторах по-разному, но в целом, конечно, это один экстремент. Когда мы говорим про либеральные западные страны, там США, Европа и так далее, на самом деле, конечно, если мы посмотрим, то влияние государства там очень большое. и растущие, на самом деле. И это действительно один из больших трендов, которые мы сейчас наблюдаем. Термин, который там обычно наблюдают, это индустриальная политика. Это вот то, как вмешательство государства, такое подруливание, какие сектора куда развиваются, как это, ну, так, кошерно называть в экономической среде. Там можно спорить, но как один из таких положительных примеров, можно использовать, как Южная Корея, там со своими особенностями, чимболами и личными отношениями, клановые, да? Там своя такая специфика, которую нельзя распространить на другие страны, но если мы посмотрим, ну, просто с точки зрения экономистов, ну, вот пример индустриальной политики. Принес сейчас все больше и больше говорят. На самом деле, если мы видим то, что происходит там с зеленой экономикой в Америке, то, что байденовская программа, по сути, это, ну, это типичная индустриальная политика. Это на самом деле очень существенное вмешательство государства в экономику. Поэтому это происходит везде. И был, наверное, такой период 90-х, когда было падение, там, в 80-е и 90-е был такой более правый поворот с Рейган, Тетчер и так далее, как бы ухода государства и меньше вмешательства в экономику в западных странах. Сейчас, как бы, на самом деле, по всем признакам, там увеличивается тоже роль. Государство именно вот не в... Не в том, что было раньше, была характерна переспределительная политика, ну, мы соберем налоги, дадим бедным там разные там, а именно конкретные субсидии, конкретным секторам экономики для их развития, потому что мы считаем, что так стратегически важно. А почему этот тренд возник, в принципе, в мире? Это хороший вопрос, на самом деле. Фундаментальным является эффект Китая, который на своей модели с очень поэктивным вмешательством в экономику дорос уже до того, что он стал очень существенной силой общей мировой экономики. И пока они были маленькие, им можно было позволить, что мы играем по рыночным правилам, а есть наш партнер, который играет не по рыночным правилам. И все знают, что Китая, конечно, играет не по рыночным правилам. А когда этот партнер станет достаточно большого размера, понятно, что уже так конкурировать нельзя. То есть тут два выхода. Либо ваш партнер должен перейти на ваши правила игры и быть полустроюночным, и тогда можно говорить, что мы там честная конкуренция и так далее. Этого мы как бы не ожидаем от Китая. Либо надо подстраиваться и приходится играть по правилам уже того партнера. И если мы считаем, что китайские правительства существенно субсидируют индустрии, связанные, например, с зеленой экономикой, электромобилей, аккумуляторами и так далее, то не вмешиваясь, вы не можете осуществить равное слово конкуренции. И поэтому вы тоже вынуждены вмешиваться. Дальше начинается. Первым начинает делать Америка, тут Европа понимает, что теперь у нас Китай вмешивается, Америка вмешивается, а мы не вмешиваемся. Значит, мы как бы... А мы что делаем? Мы можем верить, кричать о том, что я ему нарушаю экономические принципы. Давайте вы этого не будете делать, но боюсь, что их не услышат. Поэтому приходится тоже вступать. Это похоже, но очень на самом деле, это новая вариация торговых войн. А этот тренд, он может измениться на то, что там было на Западе, который тогда задавал тон в 70-80-е годы, вот когда экономика была более свободно рыночной. Вообще все в этом мире циклично. Поэтому в какой-то момент, скорее всего, этот тренд будет в обратную сторону. Во-первых, тренд, конечно, есть и на какую-то деглобализацию, и на большее вмешательство экономики. Если посмотреть на его размеры, то на самом деле далеко не так кастрострофично, как сейчас пытаются рисовать. На самом деле уровень глобализации до сих пор очень высокий. Он немножко снижается, но если посмотреть на исторических масштабах, то во всяком случае на данный момент он все равно на очень высоких уровнях. Мешательство экономику, она растет, но тоже, опять же, по историческим меркам все-таки очень ограничено. Поэтому на самом деле мое ощущение такое, что вот эта перестройка глобальных цепочек торговых и так далее, она еще на самом деле, и в ней есть и здоровое зерно, переоценки каких-то, скажем так, рисков. И это было связано еще там с ковидом, что органглобализация достиг, можно сказать, ненормально высоких высот, потому что всегда, на самом деле, во всех работах, начиная от банков и так далее, есть выбор между риском и эффективностью. Самое эффективное решение, на самом деле, необычно очень рискованное. Если вы хотите что-то подстраховаться или сделать что-то более такое устойчивое, за это надо платить, означать, что это будет менее эффективно. И вот мировая торговая система, она бежала-бежала именно в направлении эффективности, когда все выстраивали цепочки, гигантские торговые по всему миру и так далее, и она стала очень подвержена рискам. И рискам как политическим, связанным с санкциями, то, что нарушение торгов по политическим, но и на самом деле, просто логистически, я думаю, что началось-то все с ковида, когда было понятно, что это стало проблемой. И тогда, то есть это помимо тех факторов, которые я сказал, что рост Китая и так далее, но еще один фактор того, что давайте мы будем перестраивать торговые цепочки так, чтобы они были более дефекцифицированы и меньше зависели от других торговых партнеров зарубежных, просто чтобы снизить риски. И я думаю, что сейчас мы живем просто в периоде трансформационном, когда вот эти цепочки перестраиваются. И мы еще не в новом равновесии, скажем так. А переходные состояния не всегда самые болезненные. Поэтому это сейчас так воспринимается болезненно и экономически, и политически в разных странах. Когда будет достигнут какое-то новое равновесие, связанное с меньшей, меньшей интеграцией, большей диверсификацией торговых цепочек, но как бы ближе к новому оптимулу, я думаю, тогда будут выработаться какие-то новые нормы, правила, что скорее всего с большим выяснительством государства, но не таким, как сейчас. Сейчас и тогда, на самом деле, тренд может пойти в другую сторону. Основная проблема, как бы, опять же, исторически. Большие экономические перестройки, они очень часто были связаны с большими военными конфликтами. И вот, дай бог, до этого не дают. И тогда мы можем просто сказать, ну вот была одна экономическая модель, перестроилась, была немного другая экономическая модель. Ну, как бы все успокоились и продолжаем расти в новую модель. Проблема, когда экономические шоки накладываются на какие-то политические, и спираль раскручивается и доходят до катастрофических последствий, такие, как Вторая мировая война и так далее. Народная тема ипотека. ЦБ скоро хочет завершить вот эту льготную ипотеку под 8%, которая длилась вместо двух лет, как планировали четыре. Насколько это сыграло плохую роль? Нет кризиса, слава богу, ипотечного, как когда-то там произошел в Америке, но мы видим, как сейчас цены на жилье в России резко, резко повысились. Вот это повышение рыночное, связано ли оно с тем, что государство долго-долго держало вот эти 8%, четыре года люди брали ипотеки, покупали, а сейчас это закончится, и это все может привести к серьезной проблеме? Это проблема с двух точек зрения. Во-первых, общий объем средств, которые в недвижимость вливались, и поддержение самого сектора недвижимости. И очевидно, что льготная ипотека играла очень важную роль, там, на самом деле, понятно, что сектор недвижимости, он такой, он достаточно центральный вот в сети всяких экономических цепочек, и поэтому его поддержка, она как бы, вот, если вы боитесь, что у нас экономический кризис, то, конечно, там, сектор недвижимости хорошо понимает, вот там, в Китае сейчас пытаются этим разбираться. И поэтому ужесточение правил ипотеки, один эффект, это именно то, что вообще у людей, которые, ну, занимаются стройкой и так далее, не движемся, там будет падение денег, которые идут в эту сферу, дай бог, там не будет кризиса. Ну, скорее всего, нет, они достаточно устойчивы вроде у нас. Второй момент, о котором вы упомянули, на самом деле, это существенное перераспределение внутри разных категорий граждан. И это всегда так, это надо понимать, что льготная ипотека, вот это всегда, государство раздает деньги, государство никогда не раздает деньги, государство перераспределяет деньги. Оно не печатает деньги даже центральный банк. Оно берет деньги у одних людей и отдает другим людям. И когда у вас есть льготная ипотека, по сути, вы берете деньги у тех людей, которые не покупают квартиры, и отдаете людям, которые покупают квартиры. Это перепределение от одних граждан к другим. И те люди, которые не попали в эту систему, они от этого, конечно же, проигрывают. помимо того, что их налоговые доходы идут к другим гражданам, они платят прежде всего тем, что цены растут. И это основной механизм перераспределения, что все остальные граждане спонсируют тех, кто покупает по льготной ипотеке, потому что те это могут с субсидиями купить дешевле, а все остальные им должны платить по более высоким ценам. Поэтому это перераспределение между различными группами российских граждан. И когда эта программа окончится, это вопрос не того, что это шок на экономику и экономический кризис. Это того, что одни категории граждан, конечно, пострадают, другие перестанут пострадать. Они уже пострадали, на самом деле, уже заплатили за это. Особенность этой меры заключается в том, что она не носит долговременные эффекты. Цены выросли и вряд ли упадут. Остальные категории граждан будут платить еще достаточно долго за все эти льготы, которые получили те семьи, которые имели доступ к этому граждану. Если говорить про инвестиции, ну, понятно, что не иностранные уже, хотя бы внутри страны российские инвестиции, то, насколько критично для нынешних инвесторов, то, как точечно какие-то активы вынимаются в пользу государства. Вплоть до анекдота в виде макаронной фабрики. Насколько это критично для инвесторов и для инвест-климата, уже бог с ним, с иностранным, но внутри страны, когда сами инвесторы видят, а зачем, если через полгода придет прокурор и отнимет у тебя этот актив? Это вносит, однозначно вносит нервозность, потому что на данный момент непонятны правила игры. Там есть две истории. Одна, на самом деле, история, это действительно национализация. Это какие-то заводы, прежде всего связанные с, действительно, напрямую связанные с ВПК, они просто национализируются, потому что государство лучше знает, как им управлять, как бы в условиях мобилизационной экономики это, по сути, стандартная история. Есть другие истории с перераспределением активов из одних частных в другие частные руки. Может быть, через транзитеры, через государство это не так важно. Понятное дело, что государство вряд ли захочет владеть макаронной фабрикой. Это другая история. И распродавать машины через автодианеров она тоже не будет заниматься. Это берутся активы у одних людей и передаются другими. Это совершенно другая политическая история, которая, на самом деле, она гораздо более опасна для экономики, чем вот первая история национализации непосредственно ВПК. Там как бы все понятно. На самом деле, это достаточно прозрачная история. Вот вторая история, она менее прозрачная. И она связана, на самом деле, вот вопрос, насколько ее смогут удержать под контролем. Потому что, вообще-то, искушение очень большое сейчас начать новый передел активов от старых элит, которые как бы старые и никому не нужны и так далее, и так далее, к новым элитам, которые у нас прямым текстом заявлены, что у нас новые элиты в российской экономике. И они должны получать какие-то, ну раз они элиты, они должны претендовать на какие-то куски пирога. А если пирог весь занят, значит, у кого-то надо будет забрать. То есть, частично они выиграют от того, что просто большие вливания государства и все хорошо. Но есть и другая история о том, что почему не забрать у соседей. и в текущей ситуации, когда очень легко обвинить кого-то, то есть там иностранный, не иностранный, оправдывал кого-то, не оправдывал и отнять деньги. Ну, как бы тут истории, как бы опять совсем мрачные параллели, ну, если мы посмотрим на репрессии 37-го года и так далее, и что происходило, очень много этого двигалось с полиальными совершенно экономическими интересами, более мелкими, там, комнату, лучше соседа занять и так далее. Но сейчас вот история, а не станет ли, что я хочу отнять завод моего конкурента и поэтому он обвиняется в каких-то неблаговидных политических поступках или там что-то сделал не то с ВПК, а я за это получаю его обобщенную макаронную фабрику, вот это, на самом деле, с моей точки зрения это достаточно большая угроза. Ну, потому что политически будет очень большое давление на то, чтобы это действительно так происходило. И пока что сигналы, которые мы видим, они меня так вызывают еще опасения. Особенно, конечно, самая страшная история на данный момент, это связано вот с Соликамской компанией, которая, ну, уже даже просто, уже глава ЦБ у нас выступает, потому что вообще ни в какие ворота не лезет. Потому что, конечно же, акция, обращающаяся в открытую торговлю, национализирование, такого давно не происходит. Это как бы связано с какими-то революциями обычно такое происходит. Понятно, что пока что это решение одного там суда и так далее, это еще можно остановить, но если это решение не будет остановлено, вот тогда у инвесторов будет, ну, это означает, что ситуация идет просто по худшему сценарию. И из неопределенности будет полная, как бы, ну, как бы, у неопределенности вырастет еще больше. И тогда будет понятно, что единственными людьми, которые защищены, но это реально люди, у которых очень большой политический капитал. Я не очень боюсь за наших олигархов, у них там все нормально. Но вот на уровне более среднего бизнеса и так далее, конечно, уровень защищенности существенно снизится, и это будет дополнительным тормозом. У нас уровень неопределенности вообще и так достаточно большой. А когда крыши нет политической, то еще хуже. Да. А тут оказывается, что у тех, кто не попал под эту крышу, ну, совсем же просто, ну, как бы, вы вложили через биржу, у вас отнимают ваши активы. Тогда зачем вкладывать? Вот две важнейшие проблемы в экономике, которые действительно одна более близкая, другая более дальняя. Первая, это действительно угроза большого передела собственности со всеми вытекающими последствиями для инвестиций. Ну, и потом уже будет история демобилизации и перехода активов. Ну, вот история потенциальной большого передела собственности, она более близкая, так сказать, и более опасная. Если говорить про самое уязвимое место, вот Задорно говорил о том, что вот этот тромбоз, он это назвал тромбозом, когда есть проблема с финансовыми операциями в банках даже в дружественных стран, да, и из-за этого все время ищутся какие-то третьи пути, четвертые пути. С вашей точки зрения, какая самая уязвимая ситуация из-за санкций, из-за изоляции России сегодня для экономики? Там есть вот две очень большие проблемы, они разные просто по горизонтам временным. Самое страшное вообще на будущее, две страшные проблемы с моей точки зрения. Одно то, что на самом деле технологически, конечно же, Россия оказалась сильно отрезанной. Переток технологий, он существенно изменился. Даже когда там идет параллельный импорт, поскольку это все идет как бы из-под полы, перенос технологий гораздо меньше происходит. И это накапливается. На практике это как будет выглядеть, например, через несколько лет? Что я возьму телефон, а он безнадежно устаревший, или я сяду в самолет, а он, турбины у него как будто я в 70-х годах? Мы как бы всегда в наших производствах были на несколько лет назад. Вопрос, на сколько лет и дальше в зависимости от разных секторов на каждое количество лет. Некоторых, может, и не отставали, а идти какой-нибудь был вполне. Но сейчас вот по большинству на самом деле, особенно связанных с производством, физическим производством, электроники и так далее, просто лак будет увеличиваться и увеличиваться. Мы будем отставать на большее количество лет от наиболее передовых технологий игровых. Потому что, по сути, раньше мы получали первую копию, делались самые передовые исследования, Европы, Америки и так далее, мы получали слагом, но первую копию. А теперь это еще идет через третьи страны. Они получают слагом, а мы слагом от них получаем из потери качества. Поэтому, конечно, разрыв технологический будет, я не вижу, как он может быть приедет, но это будет расти. Человек это как ощутит? Очевидно, это на практике тоже будет ощущаться людьми. Разница в цене будет большая. Просто это будет все дороже, гораздо. И уровень того, что вы можете получать уровень услуг и так далее в наиболее развитых странах и в России, вы все равно сможете их получать. Просто за гораздо больше денег. Потому что у нас нет, именно потому что нет железного занятости. Как это будет проникать? Просто эффективно через все эти тромбы пройти и так далее, и так далее. Это каждый тромб, это дополнительные расходы. И цена растет и растет. И поэтому какие-то граждане наиболее обеспечены. Да, они смогут жить так же, как и в других странах, а какие-то оказываются совершенно на другом уровне технологического развития. И особенно, опять же, мы говорим про такие, про потребительские товары. Конечно, самое страшное это в производстве. Вот там просто производительность труда будет отставать, 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 отставать. Про железный занавес. Вот по истечении этих двух с половиной лет вы исключаете, что он снова может наступить, железный занавес? Полный железный занавес в понимании советских времен, я думаю, что все-таки это экстремальная кардира, которую я не ожидаю, если не будет каких-то шоков. Я не хочу смотреть сценарий использования ядерного оружия и так далее. Понятно, да. В реалистичных сценариях я думаю, что нет, это будет такой тяжелый бархатный занавес, под которым можно пролезть и как-то через него пройти просто с большими затратами. Поэтому все-таки я думаю, что в сравнении с Советским Союзом они все-таки больше запутывают нас, чем помогают понять, что происходит на данный момент. про Ереванскую экономическую школу хочу спросить. Новость, связанная с вами. Такой, как я понимаю, планируется хаб для экономических исследований, только теперь как бы не на базе РЭШ, а в Ереване, в Армении. Расскажите про эту школу, какими исследованиями вы там сейчас будете заниматься? План наш сделать действительно именно как вот очень правильное слово хаб, потому что на данный момент ну как бы если мы посмотрим, то основная проблема, что вот если мы посмотрим на такое постсоветское пространство, ну больше вот такой регион, то связи они порвались, потому что Россия играла центральное место, внутри России та же самая РЭШ замечательно работает и продолжает на удивление хорошо работать, но это все-таки больше как бы фокусировано именно внутри, вот это некая авторгия российская, она во-первых наблюдается и в интеллектуальном, и во-вторых это ударило косвенно и по соседним странам, то что они лишились такого центрального узла, и поэтому соединить обратно где-то сделать хаб, где все это можно было бы как бы продолжать общение, интеллектуальное общение прежде всего между всеми этими странами, как бы какой-то наша гипотеза заключается в какой-то такой новый хаб нужен, который был бы открыт и как бы стоял немножко над сваткой общался как бы вот именно с чисто интеллектуальной исследовательской точки зрения экономической стоял как бы над всеми политическими проблемами продолжал обеспечивать интеллектуальные связи странами и поэтому как бы вот миссия этой школы нам видится именно в этом именно хабом именно соединяющим между собой максимальное количество стран будет максимально международным в том числе включая Россию которая на самом деле действительно есть проблема для академического сообщества что она осталась гораздо более изолирована у нас нет конкретных типов исследований которые мы хотим заниматься мы хотим вот именно как бы переток идей между различными странами стимулировать поэтому поэтому у нас первая активность вот эта медлительная школа где мы свозим людей абсолютно из разных стран для того что мы между собой могли взаимодействовать вот вы сказали про изолированность академическую понятно да почему это произошло и что это плохо естественно но насколько как вам кажется в этой изоляции ученых да как в изоляции людей культуры да как в изоляции многих других насколько грубо говоря это ведет к деградации мысли вот эта изоляция насколько страдают ученые не потому что они не могут поехать в США а просто сама мысль из-за изоляции и само пространство мысли сужается такая опасность есть по двум причинам одни такие бытовые что когда у вас много проблем как бы в жизни вы вообще просто как бы меньше времени науку остается а второе что более что более важное на самом деле конечно личное общение в науке играет огромную роль поэтому так много семинаров конференции люди ездят другим общаются и вот перетоки идей за счет общения играют ключевую поэтому на самом деле вот изоляция то что сейчас так ну по сути международные конференции проводить в России ну бог в помощь есть дискриминация с другой стороны что ученых с российскими инфляциями не жду везде но часто да скажем так не жду это самая большая проблема что она такая вопрос ну если не деградация то торможение развития развития научной мысли именно с вот проблемой с личным общением того что вы в центре всех событий знаете кто чем занимается и так далее и поэтому какие-то вот создания таких мест куда можно было бы как бы свести людей чтобы они могли друг с другом поговорить поглядеть в глаза пообщаться а вот это на самом деле это очень важно именно для того чтобы не допустить такое скатывание науки в болото которое сам оно может разорваться в смысле это гораздо медленнее происходит и не так эффективно поэтому вот человеческие связи на самом деле они играют абсолютно ключевую роль и их нарушение самое опасное вы в Испании остаетесь и сейчас занимаетесь этой школой в Армении будете перемещаться как сейчас выглядит ваша жизнь у меня основная работа в Испании я профессор институт Папел Фабро у меня полная позиция я должен быть здесь ну конечно я сейчас все чаще-чаще летаю в Армении именно как бы оно связано с этой школой и видимо будет еще больше но это такие вот десантирования а с Рэшем остаются у вас отношения? да у меня остаются я преподаю в Рэш я являюсь научным руководителем в Рэш сейчас к сожалению это все ограничено онлайном ну знаете мы научились на ковиде онлайном пользоваться поэтому на самом деле я стараюсь быть по максимуму вовлечен общаюсь с руководством какие-то стереотические вещи обсуждаю со студентами и курсы читаю и научное руководство осуществляю поэтому все что я могу делать онлайн я пытаюсь максимально стать связанным с Рэш Рубен спасибо вам огромное за такой очень мне показалось крутой глубокий разговор и я очень желаю вам удачи со школой с тем хабом о котором мы говорили с вами в Армении спасибо большое спасибо большое удачи на тратеге до новых встреч удачи Продолжение следует...